Всем привет! Меня зовут Алина и вы на канале «Читать нельзя сжигать». Сегодня, когда вы смотрите это видео, 3 августа, у меня день рождения. Вам привет из прошлого, конечно же, я снимаю видео заранее. Как и в прошлом году, можно сказать, уже традиционно, в этот день я решила ответить на ваши вопросы, записать для вас формат Q&A. Вот здесь будет ссылочка на прошлогодний Q&A. Все самые напрашивающиеся вопросы, вроде личных, и также все стандартные вопросы книголюбу, вроде тех, с каким героем вы себя ассоциируете, как книги повлияли на вашу жизнь и так далее. На все на них я отвечала уже раньше, а также будет ссылочка на плейлист с Q&A. Там будет еще больше вопросов, если вдруг вам интересно, можете все это посмотреть. Поймите меня правильно, мне несложно было бы ответить на вопросы еще раз, вовсе нет. Просто помимо повторяющихся вопросов, все равно набралось вот 3 страницы А4, и видео обещает быть очень долгим. Так что, как говорится на Буктюбе, давайте чего-нибудь себе там наливайте, берите закусь, и погнали! Буду отвечать на ваши вопросы. Как и в прошлом году, я решила разделить все вопросы на 3 группы. Во-первых, это личные вопросы, касающиеся меня как человека, и никак не затрагивающие темы канала или книг. Во-вторых, это вопросы, касающиеся канала, его ведения, какие-то сопутствующие моменты. Ну и в-третьих, это уже какие-то книжные вопросы. Кстати, в этот раз в инфобоксе можно будет найти тайминг по основным каким-то группам вопросов, и перейти посмотреть то, что вам действительно интересно. Для начала буквально в двух словах о себе. Повторюсь, что более подробно я рассказывала в прошлогоднем Q&A, все можно посмотреть. Меня зовут Алина, я живу в городе Краснодар, причем переехали мы сюда относительно недавно, третий год здесь живем. До этого я жила в Москве, жила в Санкт-Петербурге, и значительную часть своей жизни, до 15 лет, я прожила в славном городе Набережные Челны. Мне 33 года исполнилось сегодня, поздравления принимаются, и заранее вам большое спасибо. На самом деле здесь хочется сделать небольшое лирическое отступление и заметить, что никогда раньше в моей жизни не было такого количества людей, которые бы так добро, тепло и оригинально поздравляли бы меня в день рождения, как это было в прошлом году. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы помните про такие вещи, в общем, за всю вашу теплоту и доброту. Итак, продолжая разговор, многие спрашивают про профессию. Профессия моя связана с фотографией, с фотошопом и со всякими сопутствующими вещами. Сейчас не буду вдаваться в это подробнее. Также спрашивали про самореализацию. Пожалуй, основной пункт моей самореализации на сегодняшний день – это, собственно, BookTube канал. Также были вопросы про мое образование. По образованию я логопед, отучилась заочно и для галочки. И в целом у меня за плечами нет какого-то такого высшего образования, которому можно гордиться, за счет которого можно как-то особо приосаниваться. Итак, теперь уже переходим к вопросам. И первый вопрос звучит так. Если бы у тебя была возможность, ты бы освоила для себя новый навык или знание? Какой? На самом деле, я считаю, что возможность, в принципе, осваивать новые знания и навыки, они есть у каждого человека. Если здесь имеется в виду освоение навыка по волшебству, по взмаху волшебной палочки, то я бы, наверное, выбрала знание какого-то языка, который я очень плохо знаю или совсем не знаю. Например, японский, который я когда-то начинала учить, и что-то более-менее начало получаться, в общем-то, но потом я забросила, было бы очень здорово. Или подтянуть до очень высокого уровня свои, имеющиеся французский и английский, было бы тоже очень круто. Но действительно, сейчас вкладываться в это я не готова. То есть тратить на это время. У меня, пожалуй, просто не хватает мотивации. Я, пожалуй, не вижу никакой необходимости в этом. Если же говорить уже о реальности, о том, что на освоение каких-то навыков нужно много времени, то во что-то такое глобальное я, наверное, не хочу сейчас ввязываться. Последнее, что я осваивала для себя, это было раскрашивание раскрасок антистресс. Причем я довольно много этому времени уделила. И в целом у меня начало получаться, я считаю, довольно хорошо. И, к слову говоря, у меня даже был канал, правда, недолго он просуществовал, который был посвящен именно раскраскам антистресс. Также я продолжаю понемножку, очень медленно, но, возможно, верно, развивать в себя навык рисования. Мне нравится рисовать акварелью. Правда, давненько уже я, опять же, этим не занималась, потому что канал очень много оттягивает времени на себя. Ну и если еще говорить о каких-то навыках, которые я освоила для себя за последнее время, вот совсем недавно, наверное, меньше месяца моему новому увлечению, это PNP. Это то, что переводится с английского как print and play, то есть напечатай и играй. И речь здесь идет о настольных играх, а точнее о самостоятельном их изготовлении. То есть игра самостоятельно печатается на принтере, карточки ламинируются, планшеты там определенным образом склеиваются. В общем, там такая работа руками, что-то вроде скрабукинга на минималках, скажем так. При этом особого творчества какого-то ты не проявляешь, потому что, как правило, ты знаешь, что тебе точно нужно сделать, ты просто вот печатаешь и собираешь эту игру. Но это все равно что-то, что ты делаешь руками, это такой довольно приятный процесс и позволяет получить те игры, которые, например, не были локализованы, а у меня в моей игровой ячейке английский язык знают не все, и нам нужны именно игры на русском языке. Также это позволяет получить какие-то игры, которые сейчас уже не достать, они давным-давно уже распроданы, новых тиражей нет. Вот для таких вещей я освоила PNP, мне это очень нравится. И также он мне очень нравится тем, что занимает только руки, так что я включаю себе аудиокнигу, и у меня одновременно два процесса происходит, и какое-то созидание, и прослушивание книги в том числе. Следующий вопрос. Если бы была возможность что-то поменять в окружающем мире, то что бы ты изменила? Опять же, я считаю, что возможность что-то менять в окружающем мире, сейчас будет очень банальная речь, она есть у каждого. Каждый из нас вносит какой-то свой вклад, или не вносит, вы уже делаете свой выбор. Сортировка мусора, экономия воды, электричества, в общем, все вот эти зеленые вопросы. Если у вас есть собаки, то уборка за вашими собаками после того, как вы вышли погулять. И, конечно же, если каждый из нас будет ежедневно принимать множество очень правильных решений, от которых, на первый взгляд, ничего не зависит, мы с вами сделаем мир лучше. Следующий вопрос. Вы производите впечатление внимательной, заботливой мамы и уверена, так оно и есть, но все же остаетесь самостоятельной, интересной личностью, не я же мать. Книги играют в этом свою роль? Сама хочу стать мамой и не единожды слышала едкие комментарии, с книжечками своими придется завязывать. Ну, во-первых, это такой сложный вопрос о том, как книги влияют на нашу жизнь. Конечно, они влияют. Я в этом плане верю в эффект бабочки и в такие вещи, что все, что вы делаете, все, что вы едите, все, что вы потребляете в любом виде и так далее, оно и делает вас тем человеком, которым вы являетесь. И если бы в моей жизни не было книг совершенно, я была бы в какой-то степени другим человеком. А была бы я хуже или лучше, уделяла бы я ребенку больше времени или меньше, этот вопрос совершенно открыт. И, честно говоря, на сегодняшний день, когда канал занимает так много времени, мне кажется, что нашим взаимоотношениям с ребенком это идет скорее в минус, чем в плюс. Сами же книги и чтения по-любому подсознательно как-то учат нас быть добрее, лучше, терпимее. Хотя, конечно, это зависит от того, какую литературу вы читаете. Но все-таки, что же касается того, чтобы оставаться самостоятельной личностью, не зацикленной на ребенке, это выбор каждого. Его делаешь совершенно осознанно. Ты либо погружаешься полностью в ребенка, либо делаешь его единственным центром своего мироздания и своим самым главным хобби, скажу как есть, либо ты этого не делаешь. Далее следует два провокационных вопроса от Маши. Первый из них, пойдешь ли ты в автошколу? И скажу так, в ближайших планах не имею. В принципе, в планах не имею, но ничего не исключаю. Жизнь по-разному может повернуться, желания могут измениться. Так что, как знать, но точно в ближайшее время не планирую. Следующий вопрос, опять же, от Маши. Умеешь ли ты кататься на велике? Так, друзья, значит, записывайте. Велосипед, роликовые коньки, просто коньки, сноуборды, скейтборды, самокаты. В общем, это не полный список того, на чем я не умею кататься, не хочу научиться кататься, не собираюсь учиться кататься. В общем, этот вопрос для меня давно закрыт. Это совершенно взрослое, осознанное решение. Следующий вопрос. Какие YouTube-каналы не книжной тематики ты смотришь? И, пожалуй, основные направления моих интересов на YouTube – это настольные игры. Сейчас я больше всего видео смотрю именно о настолках, если не говорить о книжных каналах. Также это приготовление еды. Довольно много каналов, на которые я подписана. Немножко политики, немножко истории, но без фанатизма. И сразу оговоримся, политику и историю я на канале совершенно не хочу как-либо освещать, обсуждать. Это для меня такая табуированная тема, которую я обсуждаю в личной жизни, и то намного чаще, чем мне хотелось бы. Также у меня в подписках есть несколько каналов по самому разному рукоделию, рисованию, в общем, всякому прикладному творчеству. Очень редко я что-то повторяю, что-то перенимаю. Обычно мне просто нравится посмотреть, что, в принципе, люди делают. Когда планируешь сделать шкаф у двери? Да, кажется, в своем последнем видео о книжных полках я рассказывала, что у меня остался довольно большой промежуток свободного места у двери. И там я планирую в дальнейшем сделать шкаф, такой большой стеллаж от пола до потолка. До тех пор, пока мой книжный шкаф был еще совсем не заполнен, мне казалось, это хорошая идея. Но сегодня мне кажется, что тот шкаф, который у меня уже стоит, который уже заполнен, это, наверное, максимальное количество книг, которые мне нужны в моей библиотеке. Тут, конечно, напрашивается вопрос, куда дальше ставить книги, потому что они все равно продолжают пребывать. Места уже нет, пошел уже второй ряд, а я вторые ряды ненавижу. И вроде бы и напрашивается вот этот шкаф у стены, но вот как-то на сегодня я скорее передумала. Следующая группа вопросов будет посвящена музыке, сериалам, кинематографам и так далее. И первый вопрос на музыкальную тему. Каких музыкальных исполнителей любишь, кроме Дианы? Мы согласны, что она очень крутая и очень круто, что вы с этим согласны. И вообще, какую музыку слушаешь? У меня очень такие разнообразные, довольно всеядные вкусы в музыке. Пожалуй, я не люблю только откровенно плохую музыку, вот совсем по псу. И основные мои музыкальные предпочтения – это все-таки рок, самые разные направленности. И если говорить о музыкальных исполнителях и, в принципе, о предпочтениях, то самый мой большой пунктик в музыке – это мужчины с драматическими голосами и драматическими текстами. Соответственно, я обожаю Джонни Кэша, Леонардо Коэна, Тома Уэйтса, Ника Кейва, Эрика Клэптона. Да, в принципе, много кого, наверное, еще. Но это вот основное. То, что я готова слушать, пожалуй, в любое время. В принципе, так же, как и в книгах, в музыке я люблю драму. Я люблю эмоции, я люблю переживания. И следующий вопрос, он от Риты Марго Энрет, очень классный. Песня, которая тебя ошеломила так же, как героя книги «Жизнь мальчишки». Да, в этой книге был прекрасный момент, когда мальчишки переходили, по-моему, дорогу, то есть просто шли по улице и вдруг застыли, и их просто, по-другому не скажешь, проколбасило, проплющило просто, потому что какая-то невероятная музыка буквально звучала у них внутри. Я обожаю вообще, кстати, такие сцены, если помните, то и в популярной музыке из Виттллы тоже похожая сцена меня очень сильно тронула. Обожаю вот этот момент, когда музыка бьет в тебя просто как разряд электричества. На самом деле, со мной такое случалось многократно и случается до сих пор, что я очень вообще ценю в себе. Сейчас будет некоторое количество треков, которые все внутри перевернули. Если вам это неинтересно, то просто перематывайте на следующий вопрос. Пойдем в хронологическом порядке. И, пожалуй, первое, что я помню, это песня «Прекрасная далеко, не будь ко мне жестоко». Это еще в детстве меня довело просто до слез, первое же прослушивание этой песни. Также позже, уже в чуть более старшем возрасте, мне взорвали мозг Крэнберис, когда я услышала их известнейшую песню про зомби. Это было что-то с чем-то, причем сам смысл этой песни, сам текст я поняла, наверное, спустя несколько лет. Пронзил именно ритм, именно какая-то экспрессия в исполнении. Еще один момент такого прекрасного музыкального инсайта случился со мной примерно в средней школе, когда вместе с одноклассниками мы ездили по программе обмена, летали во Францию. И я до сих пор помню этот момент, как мы вместе с моей лучшей подругой-одноклассницей ехали в машине вместе с каким-то французом. Я уже не помню, куда он нас вез, что это был за француз. И вдруг заиграла просто невероятная, божественная музыка. Это был саундтрек из фильма «Хористы». И если вдруг вы не смотрели этот фильм, и если вдруг вы не знакомы с этой музыкой, то я вам ее очень рекомендую. Далее, уже, пожалуй, ближе к выпускным классам, я помню, как меня вштырило от трека «Текила джаз», «Кроме звезд». Текилу джаз, кстати, люблю, обожаю до сих пор. И опять же упомяну, что мой канал, его название в том числе отсылает не только к Рэю Брэдбери, но и к одному треку «Текила джаз» тоже. Также я помню такой сильный мощный удар по голове в виде мюзикла по горбуну из Нотр-Дама. И вот одна из песен ее исполнения до сих пор доводит меня до мурашек и чуть ли не до слез. К слову, после пары бокалов вина я пытаюсь это вытягивать. Ни голоса, ни слуха у меня нет, как вы понимаете, так что вам хорошо, что вы со мной не пили. На удивление, не драматичная, а очень даже веселенькая, такая забавная по ритму, но при этом с такой вот скрытой драмой, заложенной вглубь текста. Обожаю эту песню. Когда я открывала канал, мне хотелось использовать именно этот трек, мне хотелось его использовать для опенинга или для эндинга, но, к сожалению, из-за вопроса авторских прав это было совершенно невозможно, и мне пришлось от этой идеи отказаться. Но я эту песню обожаю. Великолепный, великолепный текст с такой иронией, с таким юмором и такая правда жизни. Очень люблю. Даже с теми исполнителями, с которыми я знакома, начиная со школьных лет, у меня бывают такие какие-то промашки, когда оказывается, что какие-то даже популярнейшие треки у них я не слышала. И так со мной случилось недавно, когда у Леонардо Ковина я услышала... Сегодняшний день это одна из любимых вещей у Леонардо Ковина для меня. Ну и еще одна песня, которая меня поразила именно совместно с видеорядом. Я говорила, что недавно, относительно недавно я пересматривала свой любимейший фильм Фрида. Кстати, категорически рекомендую вам это кино. И там есть сцена, когда Фрида, узнав о том, что Диего изменил ей, не просто в очередной раз изменил, а изменил ей с ее собственной сестрой, она напивается где-то в кабаке, в одиночестве, напивается просто вдрызг. Страдание этой женщины настолько точно передано на экране. Это настолько сильная эмоциональная сцена. Варгас поет там просто великолепную, трогающую до глубины души песню. На этом я, пожалуй, буду закругляться. На самом деле у меня тут еще три или четыре названия, но хватит уже, а то у нас канал уже становится не книжным, а музыкальным. Далее пара вопросов про фильмы и сериалы. Алина, любишь ли смотреть фильмы и сериалы? Ну, конечно, кто ж не любит? Если да, то каким отдаешь предпочтение? Тут стоит сделать небольшую историческую справку, потому что мои вкусы все-таки довольно сильно изменились. То есть я прошла тот момент, когда смотрела практически только один арт-хаус. На все остальное кино я смотрела свысока. То есть вот эта вот база какая-то культурная у меня есть. Весь этот арт-хаус на тот момент я могла разбавлять разве что какими-то фильмами ужасов. Иногда хотелось просто чего-то совершенно другого по Монти Пайтону, да? Теперь нечто совершенно другое. И я смотрела, да, какие-то довольно даже трэшовые ужастики. На сегодняшний день я не смотрю ни арт-хаус, ни трэшовые ужастики. То есть арт-хаусом я просто наелась. Пожалуй, он мне дал все, что мог в свое время. Мне просто сегодня не хочется. У меня нет этой потребности. Ну, а потребность в просмотре каких-нибудь ужастиков, где людей распиливают бензопилами, у меня полностью сошла на нет после рождения ребенка. Что я смотрю сегодня? Пожалуй, самым любимым моим жанром являются драмы. Так же, как и в книгах, и в музыке. Я люблю драматические мощные переживания. Намного реже мелодрамы, хотя и среди них есть хорошие. Я имею в виду не те мелодрамы, где именно о любви мужчины и женщины, а просто вот такие вот более легкие драмы. Больше люблю драмы тяжелые, которые действительно выводят на эмоции. Так же с удовольствием в противовес смотрю ситкомы. Из полнометражных фильмов тоже люблю комедии, но не тупые, не примитивные. То есть комедии ироничные, остроумные, но таких, к сожалению, совсем немного я знаю. В принципе, меня всегда в кинематографе, как и в книгах, интересует направление мистики, фэнтези, фантастики, вот какого-то волшебства и магии. Но, к сожалению, чем дальше в лес, то есть вот с годами, я все больше разочаровываюсь в киноверсиях. Причем неважно, это экранизации или это какие-то оригиналы. Просто именно вот эти форматы, фантастика, фэнтези, да и мистика тоже, именно в киноверсиях мне в последнее время совершенно, как говорится, не заходят. И на сегодняшний день для меня таким стоящим кино, большим кино остаются либо драмы хорошие, либо полнометражные качественные мультфильмы Disney и Pixar. Кстати, совсем недавно с мужем и дочкой сходили в кино на мультфильм Лука, и нам очень понравился. Мне вообще он понравился безумно, для меня это на сегодняшний день самый любимый полнометражный мультфильм. Ну, если не говорить о ностальгии, там вот то, что еще из детства, он пропагандирует все те же прекрасные светлые мысли и чувства, что и «Вино из дуанчика в Брэдбери», «Жизнь мальчишки Маккамена». В общем, все вот это ощущение детства, дружбы, настоящей мальчишеской дружбы, какого-то безрассудства мальчишеского. Это очень вкусно, невероятно прекрасно. Если вы еще не сходили на этот мультфильм, горячие, горячейшие рекомендации. Следующий вопрос тоже про кино. Просят назвать топ-5 любимых фильмов. Это, конечно, очень тяжело. И, пожалуй, если бы мне нужно было составлять топ, то это был бы топ-20 или топ-30 фильмов, которые все примерно по ощущению у меня идут наравне. То есть вот одинаково любимых фильмов, ну, десятка уж точно наберется, пять – это совершенно невозможная задача. Но какие-то я уже вам сегодня назвала, да, вот Фриду, например. Поэтому постараюсь не повторяться и назвать фильмы не самые примелькавшиеся, о которых вы, возможно, не слышали. Вот именно таким образом я выбирала фильмы под этот ответ. Во-первых, это фильм «Снежный пирог» с Алланом Рикманом. Также там была Сигурни Уивер. Прекрасная, драматичная, может быть, даже мелодраматичная история. В центре этой истории мужчина, который при определенных и очень неприятных обстоятельствах, очень трагичных обстоятельствах встречается с женщиной-аутистом. И вот как развиваются их отношения. В этом фильме для меня прекрасно все. Я читала несколько раз на него критические отзывы, собственно, кинокритиков, но для меня это ничего не значит. Я считаю этот фильм просто великолепным. От первой до последней сцены, точки. Люблю. Далее не могу не упомянуть свой любимейший фильм «Мачеха» с Джулией Робертс и Сьюзан Сарндон. Кстати говоря, Сьюзан Сарндон – это одна из моих любимейших актрис. Вот, пожалуй, с Мэрил Стрип на одном уровне. Обожаю просто. Великолепный драматический фильм Криса Коламбуса, в котором рассказывается история женщины, матери двух детей, которая узнает, что ей скоро суждено умереть от рака, жить ей уже осталось недолго, и она знает, что у ее мужа есть молодая любовница. Соответственно, она принимает единственное верное для себя решение – ввести эту молодую женщину в жизнь своих детей, потому что она понимает, что когда она умрет, эта женщина станет им мачехой, заменит им мать. Одна сцена из этого фильма вообще является, пожалуй, самой любимейшей моей сценой во всем – в кинематографе. В этой сцене Сьюзан Сарндон и ее дети, кривляясь и веселяясь, там, дурачась, исполняют песни, то есть подпевают исполнителям. Песня – это Ain't No Mountain High Enough, то есть нет достаточно высоких гор. В ней мужчина и женщина признаются друг другу в искренних чувствах и говорят о том, что нет таких высоких гор, которые бы меня удержали на пути к тебе, нет таких достаточно протяженных рек, которые бы меня удержали. Запомни, детка, всегда, везде я буду с тобой. Выводит на эмоции. И вы понимаете, да, когда мать, которая должна скоро умереть от рака, исполняет эту песню вместе со своими детьми, это рвет душу абсолютно. Далее назову фильм «Прибытие». Это как раз тот редкий случай научной фантастики, причем снятый относительно недавно, который меня поразил и действительно удивил. Это прекрасный фильм, который был снят по небольшому рассказу Теда Чана. Этот фильм показывает нам прибытие какой-то инопланетной цивилизации. Они прилетели на космическом корабле и, соответственно, пока не могут войти в контакт с представителями человеческой расы, потому что у них совсем другой язык. Соответственно, в это дело вовлекают очень известного и талантливого лингвиста, женщину. Она, скажем так, должна дешифровать их язык, перевести его, понять, чтобы наладить общение. Но со временем оказывается, что все далеко не так просто. За что я люблю этот фильм? То, что большая половина этого фильма – это личная драма. Это история главной героини, это история ее жизни. И это действительно очень сильная вещь. И вот эта вот научная фантастика, ее могло бы там не быть, и все равно это был бы хороший фильм. Но от того, что она там есть, фильм еще намного-намного круче. Конечно, должна упомянуть любимейший свой фильм «Общество мертвых поэтов». «О, капитан, мой капитан» – это просто навеки вечные. Если вы любите университетские романы, если вам близка романтика обучения, то «Общество мертвых поэтов» – это лучший фильм, который когда-либо был сделан на эту тему. Пересматривала его просто невероятное количество раз. Показала его невероятному количеству людей. Подсадила на него очень многих. И эти люди теперь тоже его пересматривают постоянно. В общем, это очень достойное кино. Также, просто чтобы разбавить, добавлю сюда одно аниме. Аниме называется «Твое имя». Ничего не буду говорить о сюжете, кроме того, что это тоже в какой-то степени научная фантастика. Я рыдала просто на взрыд. Это очень трогательная вещь. Вообще, я просто обожаю Макото Шинкая или Синкая, кому как больше нравится. И если вы из тех людей, которые аниме не понимают, не принимают, не любят, вообще пропускают всегда мимо, то вот «Твое имя» обязательно посмотрите. Я очень удивлюсь, если вам не понравится. Еще хочу упомянуть два фильма с Матсом Миккельсоном. К слову, да, я из тех людей, кто не любит историю Ганнибала, воплощенную в виде сериала с Матсом Миккельсоном. Меня она абсолютно равнодушно оставила. И, честно говоря, у меня там очень часто брови взмывали вверх, глаза закатывались. И последний сезон я уже не досматривала. Я Матса Миккельсона люблю за другое. Во-первых, это фильм «Охота». Это история того, как клевета может разрушить твою жизнь, как общество, которое тебя не принимает, может разрушить твою жизнь. Вообще история того, насколько зыбко твое существование и как вообще какой-то внешний фактор, абсолютно от тебя не зависящий, казалось бы, может все изменить. Очень серьезная драма, смотреть тяжело, местами просто кипиш от гнева. Тоже крайне рекомендую. Ну и еще один фильм с Миккельсоном, он уже вышел относительно недавно, по-моему, в этом году. Это «Еще по одной». Фильм, который раскрывает проблему алкоголизма и показывает, как алкоголь из чего-то очень веселого, забавного и такого исключительно позитивного превращается в настоящего врага человека и, опять же, рушит жизни. И мне безумно нравится концовка. Вот эта концовка, она сводит на нет все морализаторство и она делает фильм намного глубже. Ну и еще один вопрос о фильмах. Меня попросили назвать экранизации, которые понравились больше первоисточника. И вот здесь я упомяну только два фильма, но, опять же, это те фильмы, которые можно было назвать среди самых любимых, причем на самые верхние позиции поставить. Это «Вашингтонская площадь» и это «Мосты округа Мэдисон». Про оба этих фильма я неоднократно говорила на канале и неоднократно говорила, что люблю фильмы намного больше, чем первоисточник. Друзья, наконец-то движемся дальше и переходим, наконец-то, ко второму блоку вопросов, касающихся канала, планов на канал и всех вот этих сопутствующих моментов. Первый вопрос меня, на самом деле, задавали и в прошлом году, но хочется снова на него ответить. Это почему я вообще завела буктюб-канал, кто меня вдохновил и так далее. Быть действительно там популярной, знаменитой мне никогда не хотелось, но в какой-то степени иметь возможность высказаться на аудиторию мне хотелось. Изначально я думала, что я заведу канал о настольных играх, но меня, пожалуй, остановило то, что настольный канал – это более тяжелая в плане финансов ситуация. Гораздо больше нужны вложения, каждая настольная игра стоит дорого. Так что в итоге я отбросила тему с настолками, поняла, что я заведу, скорее всего, буктюб-канал. Если говорить о том, кто вдохновил, я уже отвечала на этот вопрос. Во-первых, Аня Bookspace, потому что мне нравилась подача, ну и, если честно, на тот момент я, кроме Ани, практически никого и не смотрела. И также, пожалуй, меня вдохновили блогеры с очень низким качеством контента, которых все равно кто-нибудь досмотрел. То есть я поняла, что я как минимум сделаю не хуже. Скорее всего, у меня будет лучше, хотя бы в техническом плане, может быть, и в плане рассказа о книгах. Я тоже смогу чуть получше, чем вот эти, у которых совсем плохо. Естественно, никаких имен здесь называть не буду. Когда я смотрела на откровенно плохой, на мой взгляд, контент, на который все равно находились свои зрители, я понимала, что да, в это можно влезть, можно попробовать. Как повлияло на тебя ведение канала? Изменилась ли ты? Может, твои книжные предпочтения? Все изменилось, конечно, потому что канал сейчас занимает большую часть моей жизни. Очень много времени, сил, мысли посвящены каналу постоянно. То есть многие вещи, которые в жизни происходят, теперь анализируются с точки зрения того, как это повлияет на мой канал, как я могу это использовать на своем канале и так далее. Я, конечно, тоже изменилась. Во-первых, у меня появился другой круг общения. Девочки, привет! Я вас люблю! Также, конечно, сам канал, общение с вами, постоянный анализ того, что ты делаешь, того, что ты говоришь. Это работа с речью в какой-то степени, потому что первые мои видео на канале смотреть невозможно без слез. Некоторые из них я удалила, некоторые пока оставила. То количество нарезки, монтажа, которое там присутствовало, это просто какой-то кошмар. Иногда буквально через каждые два слова мне приходилось нарезать. Иногда паузы, иногда неправильные согласования слов. То есть, через все, через это я прошла. И тут можно забежать вперед немножко. Было несколько вопросов на тему того, как я вообще могу так вот хорошо рассказывать о книгах. Но, во-первых, я не считаю, что я рассказываю о книгах так уж хорошо. Мне кажется, что по-настоящему прекрасно о книгах рассказывают все-таки те блогеры, с которыми работают команды. То есть, когда там пишется заранее текст, когда есть либо суфлер, либо блогер очень там несколько раз проговаривает этот текст. То есть, когда есть люди, которые помогают этот текст писать, это случай Аси Занегиной, Армена и Федора, Артифекса. То есть, нужно понимать, что контент у этих людей невероятного качества. И когда мне говорят, что я хорошо рассказываю о книгах, я вспоминаю вот о том контенте и понимаю, что нет, я рассказываю о книгах плохо. Но нужно держать в голове, что я и в основном люди на буктёбе, мы всё это делаем своими силами. Мы сами себе режиссёры, сценаристы и так далее. Нам никто не помогает. Поэтому, естественно, тягаться не получается. Но да, отвечая на вопрос, как вообще получается более-менее складно составлять предложение и о чём-то рассказывать, это вопрос практики. Потому что вначале был лютый ужас и кошмар. Что касается изменения книжных предпочтений, то да, тоже, конечно, они в какой-то степени изменились. Что-то, что я читала, придя на буктёбе, я читать сейчас перестала, я это просто прямым текстом говоря переросла. То есть я стала читать больше, больше хорошей литературы и какая-то ушла уже на задний план, к ней возвращаться мне не хочется. С другой стороны, я преодолела некоторые свои книжные предубеждения. Например, раньше я бы не взялась никогда за книгу серии Аква. Просто потому что оформление, ну, мне оно не нравится категорически. Также межавторский русский фэнтези проект я бы точно мимо прошла. Но вот я переборола, потому что на буктюбе Людмила Ильича очень завлекательно рассказывала об этих книгах. А я Людмиле очень доверяю. Прочитала, осталась в огромном восторге. То есть да, вот это вот общение с другими блогерами, постоянный какой-то контакт влияет на вкусы. Сейчас я очень люблю серию Аква. К сожалению, давно уже не читала новых книг, но я ее не забросила. Все еще люблю, читать буду. Но если говорить в глобальном плане о книжных вкусах, то я и раньше была довольно-таки всеядна. То есть все, что меня волнует, это чтобы литература была хорошей и во мне отзывалась. Это может быть любой жанр. Это может быть научная фантастика. Это может быть что-то такое классическое, проверенное временем. Может быть современная литература. Это могут быть детские книги. Главное, чтобы меня это трогало и чтобы я считала, что текст написан хорошо. И во всем этом есть какой-никакой смысл. Мы добрались до вопроса, откуда такое умение так тонко анализировать книги. Ребята, нет у меня умения тонко анализировать книги. Я как Чукча в том анекдоте. Что вижу, то пою. Вот читаю книгу, пришла какая-то мысль в голову, я ее озвучу. Дальше вопросы конкретные. Как вы читаете? Я читаю по-разному. Читаю книги, слушаю аудиокниги. Это с недавнего времени я начала. Электронные не читаю. С какой скоростью? Скорость разная зависит от многого. Ну, как правило, в среднем так. В среднем это получается одна страница в минуту. В зависимости от шрифта, от сложности текста или наоборот от его простоты. Может быть чуть-чуть быстрее или может быть в два раза дольше. Не подумайте, что я с каждой книгой бегаю там с секундомером, пытаюсь вычленить свою скорость. Просто я снимала несколько раз видео 24 часа чтения по таймеру. И там, собственно, когда ты начинаешь новую книгу, у тебя проходит час, ты смотришь просто сколько ты прочитал. Соответственно, раз 10 ты для себя примерно заметил, отметил, ты уже знаешь свою скорость. Ничего специально я не замеряла. То есть в какой-то степени мне интересна моя скорость чтения, но никакого культа из этого я не делаю. Делаете ли заметки? Раньше не делала вообще. Потом у меня был момент, когда я делала заметки в телефоне. То есть я себе просто ВКонтакте, в сообщении самой себе отсылала все, что я думаю по поводу этой книги. Час пришла к тому, что у меня есть блокнотик, я что-то там запишу, что-то иногда ВКонтакт отправлю. В итоге, когда уже пора про книгу рассказывать, я сажусь, собираю свои разные отрывочные записи, что-то новое еще дописываю. Сижу, просто пытаюсь вспомнить весь сюжет книги от начала до конца и какие мысли у меня возникают. Естественно, есть какие-то наводящие вопросы. То есть если вы вообще не понимаете, как рассказать о книге, то есть у вас вот просто черная стена, есть наводящие вопросы. Какая тематика у книги? Как сюжет развивается быстро, медленно? Что хотел сказать автор в конце концов? Согласны ли вы с этим? Может быть вы хотите поспорить с автором? Согласны ли вы с поведением каких-то персонажей? Можно вспомнить какие-то конкретные моменты книги, но тут нужно, конечно, иметь очень тонкую чуйку. И не у всех она есть, и у меня иногда тоже сбоит однозначно. Что можно проспойлерить, а что нет? Вот какая сцена будет слишком важной и поворотной для романа, и ее читатель должен сам прочитать обязательно. А какую сцену можно преподнести? То есть можно рассказать просто, чтобы завлечь. Я обычно ориентируюсь на то, что если я во время чтения этой книги вот именно вот здесь испытала какой-то шок, что «О, вот оно как повернулось», то про эту сцену точно нельзя никому рассказывать. Читатель должен сам пройти этот путь. Но если это просто какая-то милая, забавная сцена, какая-то веселая сценка, то, конечно, ее можно даже зачитать, пересказать. Это то, что мне пришло на ум сходу, но в целом вот это количество наводящих вопросов, на которые вы отвечаете, чтобы рассказать о книге, бесчетное множество. Ну и, конечно, за что мы вообще любим BookTube, чем он отличается от настоящих книжных критиков, это личные отношения. Мы можем себе этого позволить больше, чем какой-то критик, например, из большого журнала. То есть там задача рассказать о книге все-таки по возможности беспристрастно, дать какую-то максимально, возможно, объективную оценку. А у нас сплошная субъективщина. Главное не забывать подчеркивать, когда вы переходите грань субъективщины. Я лично считаю, что на BookTube очень большую часть вашего отзыва должны составлять именно ваши впечатления, именно то, что вы почувствовали, то, к каким мыслям вы пришли, то, к чему вас эта книга подтолкнула. Иногда бывает, что описание тех переживаний, которые вы испытали при прочтении, оно больше подтолкнет человека прочитать эту книгу или купить ее, чем просто пересказ даже самого интересного сюжета. Дальше, продолжение того же вопроса. У вас тоже бывает проблема вспомнить имена персонажей или подробно определенный сюжет через некоторое время? Да, конечно. Когда ты читаешь много, у тебя в любом случае какие-то истории наслаиваются друг на друга, что-то вылетает из памяти. Что тут говорить о книгах, если события собственной жизни стираются? Продолжаем со следующими вопросами. Введение канала явно накладывает рамки на чтение в свое удовольствие. О да. Но это зависит от того, как вы ведете ваш канал. Вот насколько мне кажется, у Людмилы Ильичи, например, минимальное влияние. То есть она читает то, что ей нравится, тогда, когда ей нравится. У нее, по сути, один формат, в котором она рассказывает о прочитанном. Это прочитанное, которое ни к чему не привязано. К марафонам, к каким-то темам. Это очень удобно. То есть при желании можно делать так. И я, на самом деле, немного подустав от некоторого своего креатива и отдельных задумок, все больше склоняюсь к тому, что тоже буду двигаться в эту сторону. И спустя какое-то время у меня на канале тоже будет просто прочитанное, без всяких заморочек, где я буду читать то, что хочу, тогда, когда хочу. Минимальное участие в марафонах. Это будет максимально комфортно. Не бывало ли у вас в связи с этим особо острых моментов? В горе оно все синим пламенем. Хочу читать то, что хочу. Ну и вот этот канал. В принципе, бывало. Бывало часто. Как правило, я это в себе задвигаю подальше, потому что все равно есть какой-то контент-план, есть марафоны. Я не люблю, честно говоря, когда блогер заявляет, что будет участвовать в марафоне, а потом просто сливается. Мне это не нравится. Мне кажется, это нечестно по отношению к зрителям, которых ты завлек в этот марафон, которых ты позвал за собой, а в итоге сам слился на полпути. То есть вот марафоны – это то, чего я стараюсь придерживаться. Следующий вопрос. Бывали ли порывы бросить канал? Бывали и бывают. Причины бывают самые разные. Чаще это просто настроение. То есть это настроение, не направленное на что-то такое созидательное. Иногда бывает, что просто что-то неприятное в комментарии прилетит. Причем об этом говорят многие блогеры, тоже повторюсь. Один неприятный комментарий перекрывает с собой сотню приятных. То есть вот, допустим, вы хотите написать блогеру что-то такое ироничное, немножечко его опускающее, вроде бы в рамках приличия. То есть вы хотите написать, вот вы знаете, все у вас прекрасно, но... Нужно понимать, что блогера это может очень сильно задеть на самом деле. То, что даже вам не кажется особо токсичным и агрессивным, возможно, оно и не является токсичным и агрессивным, в определенный момент на определенное настроение блогера, может быть, на какую-то ситуацию его неуверенности в себе, это накладывается так, что просто хочется закрыть канал. Ты просто думаешь, а для чего все это? То есть я не имею с этого какой-то особой финансовой выгоды. Ну, там минимальная, она настолько минимальная, что не может идти в зачет. Я в это вкладываю очень много времени, своего личного времени, которое можно было уделить семье и так далее. Да, в большей части времени ведение канала это в кайф. Но иногда вот просто один комментарий может полностью демотивировать. И я думаю, что это не только моя проблема. Я даже более того, я знаю, что это не только моя проблема. Я часто общаюсь с другими блогерами и неоднократно уже видела вот этот полный упадок какой-либо мотивации что-либо делать после одного годливого комментария. И если здесь сразу затронуть тоже финансовую сторону, то мне, пожалуй, хотелось бы, чтобы блог стал для меня работой. С одной стороны, когда блог становится работой, он, конечно, что-то теряет. Может быть, какую-то свою уникальность, очарование. Но, с другой стороны, блогер с этим приобретает какое-то свое, не знаю, моральное спокойствие и равновесие, какую-то финансовую поддержку, соответственно, большую мотивацию приобретает. И я, честно говоря, много об этом думала в последнее время. В общем, если ничего особо не изменится, то я, конечно, блог не закрою, потому что, повторюсь, вот общение с вами, обсуждение книг, возможность высказаться, это все прекрасно и незаменимо. Но будут выходить, допустим, не 8 видео в месяц, а 2. То есть, вот ровно столько, сколько мне нужно для вот этой самореализации и для общения. То есть, то количество усилий, которое затрачивается на блог на сегодняшний день, оно адекватно только в том случае, если это работа, я считаю. То есть, поиграться, повеселиться, поразвлекаться, вот так пару лет было можно, но в дальнейшем я вижу перспективу какого-то развития своего блога, только если он выйдет на какой-то финансовый более-менее уровень. Следующий вопрос. Чувствуешь ли ты творческое выгорание? Ну, вот этого нет, на самом деле. То есть, бывает желание бросить блог, но по другим причинам. Выгорания творческого нет. Идей для того, чтобы что-то читать, снимать и так далее, их довольно много. Может, это не какие-то супер уникальные идеи, но такого, чтобы сидеть и мне нечего снимать, мне нечего сказать этому миру, такого не бывает. Как вы организуете покупку книг? Ограничиваете бюджет в месяц не больше определенной суммы или как получится? У меня как получится. Бывают месяцы, когда сумма очень внушительная, потраченная на книги. Бывает месяц, когда я практически ничего на них не тратила. То есть, мне там, допустим, что-то издательство прислали, что-то, допустим, мне подарили и так далее. Либо что-то я там купила на распродаже, очень по выгодной цене. И в итоге, там, минимальная какая-то статья расходов. И был еще вопрос о том, влияют ли книжные покупки в целом на бюджет. Сказываются ли они? Сказываются, конечно, негативно сказываются. И на самом деле, я много раз говорила на канале, что вот эти вот несколько лет я собирала библиотеку. То есть, когда я пришла на канал, у меня были полупустые полки. У меня там было больше настолок, чем книг. Сейчас у меня, я думаю, книг, не прочитанных на пару лет вперед на полках. И я сейчас уже покупаю только самое необходимое. В основном, это новинки. Ну, относительные новинки. Я имею в виду новые издания, каких-то книг, которые я уже хочу. Вот, например, в Азбуке в больших книгах я что-то покупаю. В Фантастике Делюкс покупаю, опять же, классических уже фантастических авторов. Ну, вот какие-то новые издания, которые мне нравятся. И книг у меня этих еще нет на полках. Но, в принципе, я думаю, что количество моих книжных покупок будет все больше и больше падать. Просто потому, что и места уже нет свободного в большом количестве. Ну, и кроме того, я начала уже в какой-то степени сотрудничать с издательствами. Думаю, что постепенно будет больше издательств, которые будут со мной сотрудничать. И я думаю, что вот эта вот статья книжных покупок в бюджете, она очень сильно сократится скоро. Следующий вопрос. Вытеснил ли канал какие-то твои другие увлечения? Да, полностью вытеснил раскраски антистресс. Просто нет на это времени. И как-то даже перестало находиться желание. Хотя, по идее, иногда включить аудиокнигу и пораскрашивать можно было бы. Но вот уже не хочется. Также мое увлечение рисованием, рисованием акварелью. И у меня было такое отдельное направление, да, рисование иллюстрации к прочитанной книге. Был момент, когда я к каждой прочитанной книге старалась что-то нарисовать. Но в итоге поняла, что очень много времени, опять же, на это уходит. И у меня получается меньше читать таким образом. А раз я меньше читаю, то меньше контента. И как-то просто вот расхотелось. То есть я уже довольно давно не рисовала. Но я не думаю, что рисование полностью вытеснено. Я к этому вернусь рано или поздно. Но пока вот нет особого желания и времени и всего. Также книги у меня значительно вытесняют то время, которое я могла бы потратить на игру в настолки. Я обожаю играть в настольные игры. И повторюсь, до книжного канала я больше времени тратила на настолки, чем на книги. Этим летом, когда я была в Геленджике, записывала вам блоги, я очень много играла в настолки. Потому что наконец-то была очень крутая компания. И в связи с этим у меня получилось прочитать в два, то и в три раза меньше, чем обычно. То есть очень много времени ушло на настолки. И более того, вот с середины августа по конец августа я планирую еще один такой настольный запой. И я там опять же очень мало прочитаю и сниму для вас. Но тут такой момент, я для себя решила так. Я хочу потратить это время вот так, играя в настолки, а не снимая контент и не читая книги. Я это сделаю. Потому что иначе канал становится работой, которая не приносит денег. А работа, которая не приносит денег, это что-то совершенно ужасное и демотивирующее. То есть я буду заниматься каналом ровно тогда, когда у меня есть на это время, желание, силы и так далее. А когда я хочу поиграть в настолки, я себя не буду мучить и заставлять вместо этого книги читать. Далее не столько вопрос, сколько было предложение устроить трансляцию по поводу моего дня рождения. Мне хотелось бы тоже на эту тему поговорить. Я на самом деле человек-монтаж. То есть даже вот это видео, которое я записываю чуть легче и проще, чем отзывы на книге, даже его я очень сильно порежу. Очень часто бывает, что я начинаю заговариваться, задумываться. Иногда я не могу вспомнить какое-то слово или имя. Для меня это вообще большая проблема. Если бы не вот этот момент какого-то такого точечного склероза периодического, было бы намного проще. Я честно скажу, я просто до одури боюсь устраивать трансляцию. Потому что я боюсь, что я просто лицом в грязь перед вами, перед всеми упаду. И вы меня перестанете уважать совершенно как человека. К тому же я, зная, что я этого боюсь, я еще больше себя накручу. Соответственно, буду очень сильно нервничать. И вообще двух слов не смогу связать. Поэтому я не уверена, что я морально готова к трансляции. Ну и тут еще такой момент, что вот это видео я для вас записываю заранее, накануне. Потому что свое день рождения я вообще планирую отпраздновать с семьей. С родителями, с мужем, с дочкой. Сидеть в этот день, вести трансляцию. Для меня это нереально. Еще знаете в чем дело? Я сама не люблю смотреть трансляции. Есть буквально несколько блогеров, у которых я смотрю трансляции. Я сейчас не буду их упоминать, потому что мне не хочется обидеть всех остальных. Но это не столько претензия к кому-то, сколько мое субъективное восприятие. Мне смотреть трансляции скучно. Мне неинтересно. Очень много каких-то пустот, пауз. Все это как-то плохо организовано. И опять же, это не претензия к блогерам. Это претензия вот к самому формату. Есть буквально несколько каналов, которые справляются с тем, чтобы делать это быстро, бодро, везде успевать реагировать, заранее запасти какие-то темы, которые будут обсуждаться. И у них трансляции проходят хорошо. Почти так же хорошо и интересно их смотреть, как вот стандартное смонтированное видео. Я просто такой человек, я, наверное, избалована немножко готовым продуктом. Я люблю готовый, отредактированный продукт. И я не уверена, что у меня получится вот так провести трансляцию, чтобы мне все понравилось. Чтобы мне потом не было, ну не то чтобы стыдно, но чтобы я не считала, что это какая-то халтура была неинтересная. Следующий вопрос. Что бы ты хотела привнести еще на YouTube? На свой канал я бы хотела добавить рубрику о настолках. Я вам ее уже несколько раз обещала. Кто-то ее уже ждет. Ребята, скоро-скоро будет. Вот пока просто все не успеваю. Далее у меня здесь целый блок вопросов о настолках. И мне на самом деле очень бы хотелось, чтобы те из вас, кому настолки неинтересны, все равно сейчас послушали бы мои ответы, потому что это будут такие общие ответы. И мне действительно хотелось бы как можно до большего количества людей донести, почему вообще будет появляться новый формат, что вообще такое настолки и так далее. С чего вообще началось твое увлечение настолками и на каком этапе все это находится сейчас? Мое увлечение настолками началось достаточно давно. Лет так 7 назад. Хотя у меня нет такого огромного опыта, который можно было бы приобрести. У меня никогда не было такой постоянной игровой ячейки, чтобы было с кем очень много играть. В основном мы играем с мужем. Началось мое увлечение банально, как и у многих. Это был Манчкин, одна партия, которая мне вообще не понравилась. Это была Эволюция, тоже партия, которая мне не понравилась. И потом случился Иммажинариум. И вот за Иммажинариумом мы сидели просто великолепно, проводили время. И я впервые поняла, что настолки это что-то про общение. Это что-то про очень новое, классное, необычное, но веселое. Такое веселое времяпрепровождение с друзьями. И несмотря на то, что Иммажинариум это такая игра для компании, это скорее какое-то занятие, чем полноценная настолка. В итоге все это вылилось в ровно противоположное. То есть сейчас к настолкам для компании я отношусь хорошо, но редко это практикую. Чаще мы играем в полновесные, нормальные, настоящие настолки, где нужно подумать, помозговать, принимать много решений, где можно потренировать свой интеллект. И вот здесь мне хотелось бы немножко обратиться к тем людям, которые не представляют, что вообще такое современные настольные игры. И, соответственно, возможно у вас даже какое-то такое негативное отношение к этим настольным играм. Полноценные настольные стратегические, тактические игры у меня лично ассоциируются с тем временем в школе, когда у меня все было хорошо с алгеброй. И когда какие-то задачи на алгебре я решала вот с особым воодушевлением, когда все хорошо шло, когда ты смотришь, например, и пытаешься понять, как тебе его решать. А, через дискриминат. Во-первых, вот этот момент, когда ты понимаешь, что через дискриминат надо было его решать. И потом весь этот момент, когда все вот так гладенько, посередине оказалось, что там еще какая-то формула всплыла, и ты тоже ее вспомнил, и ты все решил, ты такой молодец. Ты, во-первых, чувствуешь, что ты можешь. Это очень приятное ощущение. Во-вторых, ты чувствуешь вот это ощущение эффекта решения задачи. Для меня со времен школы, со времен задач по математике, вот это вот решение задач, вот этот чистый кайф от того, что ты справился, что ты решил, продумал, принял правильное решение, для меня он практически сошел на нет. То есть в реальной жизни, в обычной, в бытовой, вот этого кайфа очень мало с чего можно получить. Вообще люди ищут в настолках разное. Для кого-то это именно общение. То есть есть вот эти вот игры для компаний, которые позволяют вам больше узнать друг о другом, о каких-то ассоциациях, очень много смешных разговоров, моментов возникает. Вот игнорировать вот этот пласт игр, я вообще считаю, никому нельзя. Это абсолютно для всех ситуация. Когда вы, например, случайно в процессе игры узнаете о том, что у ваших друзей какие-то совершенно больные и неадекватные ассоциации, вы начинаете на них странно смотреть, а потом спустя несколько минут они пытаются обвинить вас в ваших больных и неадекватных ассоциациях. В общем, очень много забавных моментов эти игры дарят. То есть кто-то идет за эмоциями, за общением. Кто-то идет именно за тем, чтобы подумать, чтобы потренировать свой мозг, чтобы почувствовать вот этот эффект решенной задачи. Побеждать в настольных играх очень приятно. Я люблю, вот честно, я люблю побеждать в настольных играх. Есть, конечно, и простые игры, действительно, вроде дурака, простые карточные игры, так называемые филеры. Они очень быстро играются, быстро раскладываются. Они дарят такое вот легкое чувство азарта. Вам после партии сразу хочется еще в одну сыграть. Игры дарят очень разные эмоции. Но в любом случае отворачиваться от них и смотреть на настольные игры свысока на сегодняшний день это уже очень неправильная позиция. Во всяком случае нужно попробовать. Причем попробовать разные. Следующий вопрос. Ты говорила о новой рубрике на канале. Когда она будет и в каком формате, если не секрет? Изначально вообще я хотела снять просто один ролик о своих настольных играх, показать вам все-все-все. Потом я поняла, что игр довольно много и в таком ролике получится совсем голопом по Европам. То есть я больше потыкаю вас камерой в настолки, но ничего про них толком не расскажу. Иначе видео будет длиться три часа. Потом я думала снять топ-игр. Но топ-игр это что-то очень-очень субъективное, потому что те игры, которые хороши для меня, они плохи для вас. То есть, допустим, в своем топе игр я расскажу в основном про довольно сложные или действительно сложные комплексные настольные игры, в которые никто из вас не сядет играть. В общем, долго я думала и пришла к тому, что формат будет называться «Настолки с полки». Этот формат я подсмотрела на канале, который называется «Ром и Кости». Мне этот канал очень нравится, но у него довольно мало подписчиков. Поэтому, если вы заинтересованы настольной темой, я оставлю в инфобоксе обязательно ссылочку на этот канал. Переходите, смотрите. Очень классный формат придумал автор канала. Он в одном видео рассказывает про 4, 5, 6 игр. Я буду рассказывать про 3. Буду рассказывать для новичков. Я буду останавливаться на каких-то моментах. Я хочу сделать много досъемок. То есть, я хочу, чтобы рассказ о каждой игре был такой полноценный, с элементами правил. Буду говорить о плюсах, о минусах. Кому понравится, кому не понравится. Буду показывать со всех разных ракурсов. Также, если получится, надеюсь, что будут и влоговые вставки того, как мы сидим с компанией и играем в ту или иную игру. Вот. Я думаю, что 3-4 максимум игры за выпуск будет. Сами выпуски будут выходить нечасто. Один или максимум два раза в месяц. Так что не бойтесь, что канал наполовину станет настольным. Ничего подобного. Канал как был книжный, так и остается. Если вдруг вам настольная тема вообще неинтересна, я надеюсь на ваше понимание и просто на то, что вы будете пропускать этот один-два ролика в месяц. Надеюсь, это не станет для вас причиной отписаться от канала. Очень бы хотелось верить. И поймите меня правильно. Я хочу завести эту новую рубрику на канале не из-за того, что мне не хватает темы, не хватает контента, мне нечего снимать. Нет. Я просто очень искренне хочу говорить о настолках тоже. Мне практически не с кем обсуждать настолки, поэтому мне хочется нести это на свой канал. Если вам это неинтересно, проходите мимо. Но я бы все-таки попросила вас посмотреть самый первый ролик о настолках на канале, потому что там я буду рассказывать о настолках для начинающих. Там я еще раз проговорю, может быть, почему настолки это хорошо. И в целом, может быть, вы передумаете. Может быть, настолки вас заинтересуют. И последний вопрос от Риты, Евро или Амери. Тут речь идет о двух школах настольных игр. Евро-игры это игры стратегические, тактические, с планированием, где нужно очень много всего делать, много всех этих разных компонентов. Конечно, бывают евро-игры и попроще, намного попроще. Бывают евро-игры для начинающих. Но в целом, евро ассоциируется обычно с чем-то довольно тяжеловесным, с чем-то таким стратегически, тактически. И в противовес этому есть Амери. Американская школа настольных игр. Это игры, которые больше построены на сюжете, на ваших приключениях. Вы открываете карту, и карта говорит вам, что вот, вы попали в такую-то локацию, у вас такой-то выбор. То есть, это игры, которые в какой-то степени выросли из D&D и прочих ролевых игр. Я однозначно люблю евро-игры. Я люблю, чтобы было прям посложнее, чтобы мозг поскрепел. И чем больше компонентов, чем дольше идет игра, тем она мне милее. Но тут есть вопрос, что мне в такое играть практически не с кем. И в моей настольной истории очень мало таких игр. Мне бы очень хотелось играть только в них, но вот не с кем. Три настольные игры, которые подойдут для новичка. Но давайте я сейчас не буду на этот вопрос отвечать, потому что в первом же выпуске о настолках как раз и будет три настольные игры для новичка. Я думаю, что во втором и может даже в третьем выпуске тоже мы будем брать игры для новичков, скорее всего. Друзья, у меня остается еще целый большой блок вопросов. Это вопросы о книгах. Очень жаль, что именно он остался. Я просто больше не могу записывать, у меня голоса уже нет. Как всегда, мысль летит в одну сторону, в другую. Придется очень много вырезать, но я думаю, что все равно видео будет длинным. Так что, извините, я просто физически не могу сейчас ответить еще и на оставшиеся вопросы. Давайте сделаем так. Да, придется подождать. Извините, пожалуйста, все эти прекрасные люди, на чьи вопросы я вот не ответила. Давайте мы оставим эти вопросы на 30 августа, на день рождения канала. Каналу будет два года. Либо я сниму такой же ролик Q&A по этим вопросам, либо мы все-таки с вами сделаем трансляцию, может быть, даже на несколько дней раньше. И на этой трансляции я отвечу на все вот эти ваши вопросы и на те вопросы, которые будут еще поступать. Можно сделать либо так, либо так. Друзья, перед тем, как мы с вами сегодня попрощаемся, мне бы хотелось устроить небольшой розыгрыш. Розыгрыш будет проведен по России, так что, пожалуйста, участвуйте, если вы живете в России. Для того, чтобы поучаствовать, вам нужно написать в комментариях слово «участвую» и указать, какую из этих книг вы хотите получить. Так что у нас будет два победителя в этот раз. Обе эти книги из моей домашней библиотеки, книга Элис Хоффман, не читанная, потому что я пришла к выводу, что больше не хочу читать эту писательницу. На сегодняшний день в целом вот это направление литературы меня не особо интересует. Но я знаю, что у Элис Хоффман есть преданные почитательницы. Так что буду рада вам отправить. «Карибский брак» рассказывает историю любви и жизни родителей известного импрессиониста Камиля Писару. Ну и также вот этот сборник «Еврейская фантастика». Это сборник русскоязычных современных авторов-фантастов. Прекрасные имена, прекрасные авторы. Я очень полюбила этих писателей по миру Аквы. Здесь некоторые имена именно тех писателей, которые пишут Акву. Также мне очень нравятся рассказы Майка Гелприна. У меня есть отдельные сборники Майка Гелприна. Но вот, к сожалению, по факту с «Еврейской фантастикой» что-то у меня не пошло. Рассказы написаны хорошо, просто мне все-таки не особо интересна эта тема. И вот целый сборник «Еврейской фантастики» я так и не смогла прочитать. Несколько раз за него принималась, но понимала, что это не мое. Герои этих рассказов – «Иудейские воины времен царя Давида» и «Иудейские воины далекого будущего». «Беженцы, преследуемые Святой Инквизицией» и «Жертвы Холокоста», «Сегодняшние репатрианты» и «Завтрашние первопроходцы», «Библейские персонажи» и «Их далекие потомки». Я думаю, что если вы любите фантастику, особенно если вы любите современную фантастику, вам это может быть очень-очень интересным. Поэтому зря книга просто так застаивается на моих полках, пусть она кого-то порадует. Давайте так, результаты этого розыгрыша я опубликую у себя в сообществе в текстовом виде 7 августа, более чем достаточно времени, чтобы поучаствовать. Так что жду вас в комментариях, участвуйте, выигрывайте, буду рада отправить вам эти книги. На этом, друзья, я буду с вами прощаться. Большое вам спасибо за отличные вопросы. Я очень устала, но мне было интересно на них отвечать. Надеюсь, в этом видео было для вас что-то полезное и интересное. Как минимум, мои кинорекомендации, думаю, кому-то могут прийтись по душе. Буду рада видеть вас в комментариях. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, как и всегда, это очень важно. И на этом, друзья, всем пока!